Ежегодно ДТП на дорогах уносит жизни около миллиона трехсот тысяч человек. Это данные ВОЗ. Для усиления безопасности на дорогах ЕС планируют ввести новые правила получения водительских прав. Транспортную безопасность обсуждают в США. Подробности озвучит моя коллега Вероника Боярова. Вероника, приветствую. Тебе слово. Мотогос, здравствуйте. Да, сейчас акцент делается на развитии беспилотного транспорта. Однако в первую очередь необходимо обеспечить безопасность на дорогах и не только. Последние резонансные случаи, о которых писали мировые СМИ, это инциденты, связанные с поездами. Крупная ЖД-катастрофа в Греции вызвала общественный резонанс в стране. Напомню, на днях там столкнулись два пассажирских поезда, которые по непонятной причине оказались на одном железнодорожном пути. Погибшим официально признаны 57 человек. Это самая страшная ЖД-катастрофа в истории страны. На месте трагедии продолжаются работы. Профсоюзы Греции провели демонстрацию у штаб-квартиры железнодорожного оператора. Они недовольны условиями труда и считают, что инфраструктура в стране устарела и представляет большую опасность. По словам железнодорожников с 2000 года, власти выделили около 20 миллиардов евро на установку современных электронных систем безопасности движения. Но проект так и не был реализован. В результате забастовки в стране остановились поезда, в том числе и метро Афин. Железнодорожный оператор и нынешние, и предыдущие правительства разделяют ответственность, поскольку они игнорируют просьбы работников, которые постоянно поднимают вопросы, касающиеся здоровья и безопасности, и указывали на возможность серьезной аварии. Сейчас мы достигли момента, когда мы оплакиваем десятки наших сограждан, большинство из которых были молодыми людьми, и теперь они уже никогда не вернутся домой. Ни при каких обстоятельствах мы не позволим, чтобы это преступление было забыто. Ровно месяц назад вопрос безопасности на железной дороге поднимали и на западе США. 3 февраля в штате Огайо грузовой пояс с высоко токсичными химическими веществами сошел с рельсов на границе между этим регионом и Пенсильванией. В результате повреждения вагонов, воздух, воду и землю попали высоко токсичные химические вещества. В течение нескольких дней после аварии жители жаловались на головокружение, одышку и раздражение глаз. Разбирательства продолжаются по сей день. Жители подали иск против ЖД-оператора. Я понимаю, что этот инцидент продолжает отравлять повседневную жизнь. Подребности региона находятся в центре моего внимания. Министерство транспорта США будет продолжать использовать все инструменты, чтобы привлечь компанию к ответственности и повысить безопасность грузовых железнодорожных перевозок по всей стране. Но из всех видов транспорта самым опасным для человека остается автомобильный. По данным Всемирной организации здравоохранения, ДТП – главная причина смерти в возрастной группе от 5 до 29 лет. По причине аварии ежегодно умирают около миллиона 300 тысяч людей. Причем под угрозой не только пассажиры и водители авто, но и пешеходы и велосипедисты. 93% погибших на дорогах в мире приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Например, в Африке самый высокий на планете уровень смертности в результате ДТП, а в Европе самый низкий. Основные причины инцидентов – превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отсутствие ремней безопасности и использование мобильных телефонов или других девайсов. В прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях в ЕС погибло больше 20 тысяч человек. Причем 40% таких ДТП пришлось на водителей в возрасте до 30 лет. Брюссель поставил задачу к середине века свести к нулю количество аварий со смертельным исходом. В интересах безопасности дорожного движения в Евросоюзе Еврокомиссия предложила изменить систему сдачи экзаменов на получение водительских прав. Так инициировано поменять минимальный возраст на 17 лет, но при этом добавить испытательный срок в 2 года. Также ездить без сопровождения граждане смогут только с 18 лет. Это поможет решить проблему нехватки водителей, считает профильный еврокомиссар Адина Вэльян. Также предлагается, что на экзаменах по вождению будет уделяться больше внимания по факторам риска и восприятию опасности. Тем временем в России водителям такси могут запретить работать больше 12 часов в сутки. Также им будет положен обязательный перерыв. По данным опроса, проведенного на одном из сервисов такси, больше 80% водителей работают без существенного отдыха. При переработке предлагается отключить их от заказов. В профильном ведомстве пришли к выводу, что это позволит свести к минимуму риски происшествия. Об этом сообщает издание «Известия». Тем временем мир технологий не стоит на месте. В разных странах развивают беспилотный транспорт. Профильные стартапы представили на выставке в испанской Барстелоне. И между тем в Китае, только в городе Ухани, парк роботакси превысил 100 единиц полностью беспилотных авто. Разрешение на проезд в этом мегаполисе, а также в Чуньсине, местная компания получила еще в прошлом году. Сервис уже обеспечил больше двух миллионов поездок по стране и теперь собирается испытывать технологию на улицах Пекина. Хотя это автомобиль без водителя, я бы сказала, что едет очень плавно по дороге. Но несмотря на то, что сфера многообещающая, это по-прежнему относительно новая технология. Есть несколько потенциальных опасностей, связанных с беспилотным транспортом. Любые технические неисправности могут привести к авариям или сбоям в системе. Много правовых и этических вопросов. Сейчас идут споры, кто же будет нести ответственность в случае ДТП, если водителя как такового нет. Растет обеспокоенность по поводу рисков кибербезопасности. Хакеры потенциально могут захватить контроль над беспилотником и организовать ДТП удаленно. Поэтому многие моменты еще нужно доработать. Пока не ясно, что безопаснее, человек за рулем или же беспилотное управление. Но думаю, в целом нас ждет интересное соседство на дорогах. Бутагос, я не водитель, но знаю, что у вас за плечами немалый статус управления авто. Как вы относитесь к транспорту без водителя? Ну, стаж у меня действительно немаленький, но пока, честно говоря, с опаской отношусь к такому. Не представляю себе, как это будет работать. Ну, поживем, увидим. Спасибо, Вероника. Я напомню, о событиях в мире рассказала наш международный обозреватель Вероника Боярова. Спасибо.